Пресс-конференция посвящена российско-иранским отношениям. Я приветствую всех собравшихся. Группа депутатов из парламента Исламской Республики Иран Меджелесе, Шурай Ислами, побывала в Москве по приглашению Думы. Мы уже третий день находимся здесь. Мы встретились с разными политическими деятелями в Думе и в МИДе с первым заместителем спикера, господин Морозовым. Мы встретились с господином Салеховым, который является главой группы по дружбе с Ираном в Думе России, еще с господином Жириновским, с Косачевым и так далее. Еще предстоит несколько встреч впереди у нас сегодня и завтра. Я могу сказать, что на все эти встречи было подтверждено значение взаимоотношений Ирана-Россия и в двухсторонней степени, и в региональном, и в международном арене. Мы в самом начале выразили свое соболезнование относительно терактов, которые произошли, теракты, которые произошли в аэропорту Домодедово. У нас и президент отправил свое послание о соболезновании, еще спикер парламента тоже из Ирана отправил послание. Но наша позиция, по-моему, достаточно известная. Мы всегда были против терроризма и радикализма и того, что происходит в этом плане. А это не сегодняшний, когда даже некоторые страны, зарубежные поддержали таких актов в нашем регионе. Мы всегда запретили, были против и поддержали Россию в этом плане, когда даже на Чечене были боевики. Такие вот такие акты произошли. На встречах еще было подтверждено, что, несмотря на нюансы, которые были и есть в нашем отношении, особенно в последнем году, есть большое пространство и есть необходимые аспекты для расширения наших отношений. Есть достаточные договоренностей, документы и соглашения, которые их выполнение может сильно расширять наши отношения. А в региональном плане мы думаем, что есть большая возможность для сотрудничества, больше, чем сейчас. То, что зависит от юга, в южной стороне, я имею в виду, на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане и так далее. Иран имеет неплохую возможность для сотрудничества. Вот то, что события, которые произошли в Ливане, в Палестине и так далее, все показывают о том, что акты зарубежных стран, я имею в виду, особенно Соединенных Штатов Америки, они ошибочны и в Ираке, и в Афганистане, и даже относительно к Палестине и Ливане тоже, поэтому безрезультатны. И мы читаем, что есть большая возможность для России играть роль больше, чем сейчас, на Ближнем Востоке. Иран в этом плане может поддерживать Россию. Есть возможность для сотрудничества Иран, трехугольный Иран, Россия и Турция, думаю, что в регионе, и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, потому что мы читаем, что Иран набрал, набрала достаточную силу в регионе, и Турция сейчас играет серьезную роль, пока припили свою позицию в регионе. И Россия тоже, естественно, мы считаем, что это великая страна, и может, не только региональная, а мировая держава, и может играть более серьезную роль. Сейчас идет подготовка к московской встрече, разрабатывается конвенция по статусу Каспия. Какие компромиссные решения по ключевым вопросам при подготовке к конвенции вы рассматриваете? По Каспию, я думаю, что в последние годы больше всего приговоры ориентированы на безопасность, региональную безопасность. Есть такое совместное решение, что односторонное движение и договоренность не будет со стороны предкаспийских стран. Все страны считают, что локальная и региональная безопасность может гарантировать долгой безопасности в Каспии. И в те грани приговоры, которые были, и документы, которые подготовились, и то, что принялись, резолюции, которые принялись в Бакуи тоже, там тоже сказано, что все страны будут участвовать в безопасности и читают, что локальная и региональная безопасность необходима для Каспии. Но то, что касается приговоров, мы считаем, что они уже долго идут, поэтому надо поставить какое-то время и уже заканчивать, завершить этих приговоров.